Приветствуем, братья и сёстры. В этот вечерний час мы вновь собрались в Доме Божьем. Вроде так ждали-ждали Рождество, и так быстро он пролетел. Вот ещё последнее воскресенье мы ещё можем говорить о Рождестве. И я бы хотел вместе с вами тоже прочитать две истории, которые, наверное, на каждом собрании их читают. И уже мы слышали об этом. Я бы хотел вместе с вами тоже прочитать эту историю. Первая история – это Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 стиха. «Когда же Иисус родился в Ифлиеме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему. Услышав это Ирод, царь стревожился, и весь Иерусалим с ним, и, забрав всех перосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу? Они же сказали ему – в Ифлиеме Иудейском. Ибо так написано через пророка – «И ты, Ифлием, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно, призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Ифлием, сказал – «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которые видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевшись звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, впав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». И второе место – это Евангелие от Луки, вторая глава. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господне осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем, Вифлеем, и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь?» И, поспешив, пришли, нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. И, увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи». Это вот одни из самых основных мыслей Рождества. Слава Богу, мы находим это у евангелистов, эти повествования, когда волхвы пришли поклониться, и когда пастухи находились в поле, им явилось вот это чудесное явление. И как-то вот эти вот истории, они по-особому всегда вот трогают, я не знаю, как ваше, но мое сердце, они всегда как-то зажигают. Мое сердце, когда читаешь вот эти повествования, особенно при Рождеством, после Сен-Сгивена, начинаешь читать, и вот эти повествования, они радуют твое сердце. И всякий раз ты слышишь их, и сколько раз ты сотни раз их слышал, и они все равно не перестают радовать твое сердце. В то время народ израильский, действительно, он ожидал Мессию. Мы знаем, что в Слове Божьем были такие люди, которые действительно ожидали Мессию. Это были Симеон, это была Анна, это были волхвы, как Бог им открыл, и пастухи. Я хотел вот свои вот размышления назвать, вот одним, двумя словами. Где он? Где он? Мы прочитали с вами первое повествование, что пришли волхвы, и они пришли в Иерусалим, и у них был вопрос. Где он? Родившийся царь иудейский. Вопрос. И они у всех спрашивали, но никто не мог им дать ответа. Знаете, этот вопрос также, он беспокоил вот этого человека, Симеона, старца. И он ожидал, и он искал, где он. Я думаю, всякий раз, когда он приходил в храм Божий, он видел пару, которые несли нового младенца, и он думал, наверное, это он. И вот сердце, он слышал вот это побуждение Духа Божия. Когда он это или не он? И когда действительно настал этот момент, когда он пришел по вдохновению в Дом Божий, написано, что и пришли родители, и Иисуса принесли. И вот Дух Святой сказал, что это он. Настал этот момент, и он дождался этого момента. Он увидел спасителя Израиля, и он принес вот эту, прекрасно произнес эту песнь. Он дождался этого момента. Он увидел мессию народа израильского. Волхвы хотели тоже увидеть. Они спрашивали, где он, родившийся царь иудейский. Они проделали огромный путь, долгий путь. И вот пришли, неинтересно, почему именно они пришли в Иерусалим. Может быть, мы еще коснемся попозже. Пастухи, которые были, им тоже было вот это вот прекрасное видение. Вроде и ночь была, как и все ночи. Ничего особого не было. Но вот эта вот ночь, и почему именно пастухам вот это было чудесное явление, это просто, это загадка. И действительно, может быть, только вот видя сердце вот этих пастухов, может быть, их рассуждение, и Бог явил им огромное чудо. Вроде и ночь была такая же звездная, как и все. И рассуждение их, и вдруг в один момент небо осветилось. Иногда, когда ночью происходит гроза, и особенно бывают молнии, вот иногда молния как ударит, и освещается все в одно мгновение, весь, где ты живешь или где находишься. И на сколько этих десятков километров вот этот блеск молнии освещает. Вот так вот поля Вифлеема, они осветились славой Господней. И ангел Господний не явился и сказал такие слова. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пелинах, лежащего в яслях». Вот им повествование, где он? Он, ангел Господень, дал им образец, где они могут найти этого Спасителя, который родился. И написано, что они найдут его в пелинах, лежащего в яслях. Где он? Знаете, когда все это смоскло, вот это видение, это пение ангелов, вот эта вся слава, я думаю, что она поразила их вот этой красотою, и особенно вот этой вестью, что родился Спаситель. И они рассуждают, когда ангелы отошли, они говорят, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Пойти в Вифлеем. Где он? Где он родился, этот Спаситель Мессия? Ангел ему казал, они могут найти его не в доме, они найдут его в пелинах и в яслях. Вот где он, где они могут найти его, этого Спасителя, который родился для народа израильского, не только, но Спаситель для всех. И они говорят, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось». Знаете, им немножко было проще. Почему? Потому что обычно вот ясли, они находятся, ну, отдельно от дома, и поэтому они нашли, у них был этот знак, о чем мы слышали, прошлый праздник, Денис проповедовал, вот этот знак, они нашли его, где он? Он был в яслях или лежал в пелинах, этот Спаситель Мира. И они сказали, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим». Они пришли и нашли, и увидели, и рассказали, что им небо открыло об этом младенце, что он действительно является Спасителем. и вот это была радость и для Марии, и для Иосифа, и все, которые написаны, и все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. Значит, были еще кто-то другие, кто слышал вот это свидетельство, и Мария, она сохраняла вот эти все слова. И вот мы прочитали, и волхвы пришли, спрашивали, «Где он?» Интересно, что эти люди проделали огромный путь, долгий путь. Пришли в Иерусалим, народ, который ожидал его, который знал все, то, что сказано о Мессии. Когда Ирос тревожился, призвав людей, которые знают все эти священные книги, это их обязанность, и спрашивает, где должно родиться Христу. У них не было никакой памяти, они знали, вернее, они все знали, и они не думали, они могли сразу автоматически ответить, что он должен родиться в Вифлееме Иудейском, ибо так написано пророчество, что он в Вифлееме родится, Мессия, и Ирод узнал. Все, они ушли. Он выведал, когда родился, как давно это появилась звезда, она появилась, окажется, около двух лет, уже. Это Иисус уже повзрослел, уже дитё было два года, уже он мог, смотря по своим внукам, уже мог, уже разговаривать, может, какие-то даже слова, а может быть, некоторые дети хорошо разговаривают, мог Иисус уже разговаривать, и волхвы пришли. Знаете, это очень интересно, что народ израильский ждал, но они не ожидали, что так произойдёт. Пришли люди, наполнили Иерусалим смятением, где родившийся царь иудейский. Они знают, не из народа израильского, а народ израильский, который ожидал, они ничего не знают. Вот интересно, странно получается, эти люди пришли и расспрашивают, а народ израильский не знает, где, неужели родился, сколько вот произвело вот эта новость среди народа израильского. Люди пришли, язычники пришли, а наши люди, наши первосвященники, наши книжники ничего об этом не знают. Это странно было для них. И поэтому, где Он? Где Он? Вот эти вот слова, вот этот вопрос, Он всегда был не только у народа, но Он был также у Иосифа и Марии, когда они пришли когда-то в храм поклониться. Может быть, Иисус был первый раз, когда они пришли в храм со своими родственниками, и написано, что пройдя дневной путь, начали искать Иисуса, а Его нету. И вот они начали спрашивать, где Он? Где Иисус? Своих родственников нету. Смотрите, тоже точно такой же вопрос, где Он? И три дня искали. Я думаю, какое-то было волнение родителей. И нашли Его. Где дети нашли Иисуса? Кто знает? В храме. Правильно. Они нашли Его в храме. Пришли, это, наверное, последнее, что осталось. Везде все проверили, а в храм они не пошли. А Иисус оказался в храме, и Он сидел с учителями, и они нашли Его, и свою горечь высказали Ему. Как мы тебя искали? Где же ты был? Он говорит, разве вы не знали, где мне должно быть? В храме? И знаете, Иисус всегда находился в храме. Он часто исчезал тогда, когда люди восставали против Него, рассеивался как-то в толпе. Но Его можно было найти всегда. Где? Только в храме. Когда мы читаем 7 глава, Евангелие от Иоанна, 14 стих. Вот даже 10-го я прочитаю. Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник. Не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали Его на празднике, говорили, где Он? Смотрите, как люди следили за Ним. Почему они искали Его? Где Он? Это же опять вопрос. Потому что Христос написан, вот первое перед этими главами, что Господь, Он совершал чудеса, когда вышел на свое служение. Первое, Он сотворил, Он превратил воду в вино. Исцеление сына царедворца, это второе чудо, которое Он совершил в Капернаумии. Исцеление больного в купальне, а потом насыщение 5000 хлебов, накормил людей. Но хлеб, это людям нравилось, они искали Его. И они, когда был вот этот праздник, и они искали, ожидали тоже какое-то чудо, что-то еще особое, не только хлеб, может быть, что-то и другое. И они рассуждали и говорили, где Он? И много было толков о Нем в народе. Но они говорили, что Он, одни говорили, что Он добр, другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о Нем явно, боясь иудеев. Боясь иудеев. Смотрите, сколько толков было об Иисусе. И искали всегда, где Он? И где Он находился? Лодки переплывали на другую сторону моря или в противоположную сторону. Всегда искали Его. Но где находился Иисус, когда мы читаем 14 стих? Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. Вот где можно было найти Иисуса. В этом месте всегда придет Иисус. Он находился там. И поэтому Его искали, Его ожидали. Когда мы читаем Марка 2 глава 14 стих, помните, четверо людей принесли расслабленного, но они не могли пробраться к Иисусу, потому что было весьма много народу. И мы можем прочитать Марка 2 глава 4 стих. И не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал, расслабленный. За многолюдством раскрыли кровлю дома, где Он находился. Иисус находился в этом доме, и они пришли туда, и они раскрыли кровлю. Он находился в доме, и люди принесли к Нему вот этого расслабленного, потому что только Господь мог помочь ему. Поэтому они, где Он, там они ожидали вот этого чуда. Знаете, все люди, все люди должны искать Иисуса. Когда они узнали об Иисусе, то они не откладывали, не откладывали, где Он находился, они шли туда. И когда волхвы узнали, они пришли, поклонились Ему. Пастухи, когда узнали, им был знак, они пришли, они прославили Господа и тоже поклонились Господу Иисусу Христу. Где Он? Где сегодня Господь? Мы можем найти Слово Божие, где сегодня Господь находится. Он также находится и там, как Откровение, 3 глава, 20 стихом. Где Он? И знаете, где Он? Он говорит, «Я стою у двери сердца». Христос всегда находится возле сердца человека. Он стучит в это сердце. Он хочет войти в него. Написано, «Кто услышит? Я отворю дверь, войду к нему». Он оказывается там, где сердце человеческое, которое нуждается, которое ожидает помощи от Него. Он всегда там. Он готов помочь. Он говорит, «Се стою у двери и стучу». Он там. Он готов дать мир и покой каждому человеку. Где Он еще? Где Он? Знаете, когда мы читаем Ефесянам 1 глава, 20 стихом написаны такие слова, «Воскресив Его из мертвых, посредил Одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именующего не только в тем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего». То есть сегодня Господь Иисус находится Одесную, то есть по правую сторону Отца Своего. Он управляет этим миром. Он совершил искупление. Он стал спасителем всего человечества. И сегодня вопрос для нас. Кто для нас является Господь? Готовы ли мы принести Ему, как Спасителю наше сердце, отдать свое сердце? Волхвы проделали этот огромный путь. Нашли Его. Спрашивали, где Он? Нашли Его. Их все-таки, вот эта звезда, она привела их. И почему звезда, братья и сестры, она не привела его именно в Вифлеем? Их в Вифлеем? Да нет. Это для того, чтобы народ израильский мог проснуться. Знаете, и когда они пришли, действительно, это зашумел Вифлеем, зашумел Иерусалим. Зашумел, потому что пришли эти люди. Это специально Бог сделал для того, чтобы народ израильский, который ожидал, чтобы они узнали, что Мессия уже пришел. Он уже родился. Уже нужно было давно прийти и принести Ему свои дары. А народ израильский этого не знал, не сделал, не ожидал его. И поэтому, братья и сестры, вот хотелось бы еще немножко вот сказать об этих волхвах. Интересно, что многие люди думают, что волхвы, ну, как вот сегодня в народе считают, это люди те, которые, которые, ну, вороже, или вот занимались этим делом. вот это слово «волхвы», оно не только вот то, что Библия вот говорит, что закон говорит, что, как в 18 главе, 18 главе, 10 по 12 стихом, там говорится, что люди этим не занимались, не должен находиться проводящий сына свою, или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, и многое другое, что слово Божие это запрещало. Но когда вот читаешь, вот некоторые выдержки, находишь, что волхвы не только, есть несколько вот этих видов или людей, но есть и те, которые волхвы, которые занимались научным исследованием, изучением неба или философии, именно вот об этом написано, об этих волхвах, которые пришли, которые знали немножко о Боге, и некоторые полагают, что эти люди пришли из Вавилона. Почему? Да потому что там израильский народ находился в плену. И только вот смотришь, если историю одного израильского народа по книге Даниила, столько было вот прекрасного, чудесного в жизни вот молодых людей, и особенно Даниила, какой он оставил след. Или Иосиф, когда был в Египте, что он написано, учил повелителей египетского народа, как в Псалме написано, что они оставили вот этот божественный свет в своей жизни, и Даниил оставил. И это было провозглашено по всей империи Вавилона. И они оставили действительно этот след. Даниил и народ израильский. И когда даже народ ушел из плена, опять возвратился в свою страну, но многие остались. Осталось вот это Слово Божие. И они могли знать от израильского народа, от, как сказать, книг пророческих. И когда они пришли, и они говорили, что мы видели звезду, какую они видели звезду, то есть, звезда, которая пророчествовал когда-то некогда Валаам, языческий пророк, не из израильского народа, что он пророчествовал, вижу, но еще нет, она не появилась, и восходит вот эта звезда. И они говорят, мы видели вот эту звезду, они знали вот это пророчество. Опираясь на это пророчество, эти люди говорят, что мы видели эту звезду и пришли поклониться вот этому царю. И слава Богу, что народ израильский проснулся после этого. И мы видим, что вот эта звезда, она потом привела их опять к Исляме, там, где находился этот младенец. И написано, что увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца и матерь его, и, открыв свои сокровищницы, принесли дары ему, поклонились ему как спасителю, как мессии народа израильского, принесли свои дары. То есть их путь закончился, они узнали, где он. А звезда вот это привела, о которой они знали, вот из пророчества, из этого числа 24 главы. Звезда их привела, и они, увидев звезду, возрадовались весьма великою радостью. Где он, они увидели, звезда это привела. Слава Богу, вот эти простые вот евангельские повествования. Где он? Волхвы нашли его в Яслях, он был там. Пастухи, волхвы нашли его, когда звезда их привела. Слава Богу, что и сегодня тот человек, который ищет Господа, Господь всегда открывается ему. Ищите, написано, и найдете. Всякий, кто ищет, тот находит. Мы читаем Евангелие от Матфея, 7 глава. Слава Богу, за эти вот евангельские повествования, что Бог открывает себя. Он открывает нам через это слово, что они нашли Мессию. Пастухи нашли младенца Спасителя. Слава Богу, что Господь, Он так просто вот через эти евангельские истины открывает сегодня нам. Где Он? Он сегодня находится и вместе с нами, в нашем собрании, Духом Святым. Он побуждает нас, Он побуждает молиться, Он побуждает прославлять Его. И поэтому сейчас мы просто хотели вас пригласить помолиться, прославить Его, что Он совершает по сегодняшний день свою работу с каждым человеком. И Он рядом с нами. Ему добудет честь и слава. Аминь. Помолимся. Спасибо.